Привет, командиры! Гетфан на связи и я уже готов поделиться с вами свежими подробностями о новом итальянском линкоре 10 уровня Руджеро де Лаори. Это еще предварительный осмотр с теста, так что некоторые детали со временем могут измениться. Но если вам интересно заглянуть за кулисы разработки, то не забудьте прожать лайк этому видео. Лаори относится к классу линейных крейсеров, набирающих сейчас популярность в игре. Среди заметных собратьев можно выделить немецкий Шлиффен и британский Винсент, про которые можно посмотреть обзоры на моем канале. А еще есть нечто общее с японским Бунго, альтернативу Ямато, о которой я рассказал недавно в новостном Дайтосте по Лундра, случку на которой тоже оставлю в подсказках. Но к чему я все это? Допрос для того, чтобы вы, уважаемые линкороводы, не закидали итальянца с первых минут гнилыми помидорами за теоретически низкую живучесть. Ведь запас ХП действительно-то выглядит как одна из главных проблем корабля. Но это не обязательно должно значить то, что жить в рандоме он будет плохо. Есть уже достаточно много примеров обратного. Кроме того, плохая живучесть на бумаге в бою может не подтвердиться еще и за счет впечатляющей брони. Бронепояс тут 457 мм и барбеты от 330 до 457 мм, что обеспечит отличную защиту от потерь цитаделей. Кроме того, у итальянца близлидерская маскировка для линкора, что в сумме с подвижностью позволит чаще и эффективней выходить из-под ударов, чем большинству одноклассников. Одно но, с точки зрения защиты от авиации, тут действительно все плохо. Дальняя аура для линкора 10 уровня выглядит несостоятельной, особенно с учетом радиуса циркуляции корабля. И вероятно это будет очень большой проблемой, так же как и возможность удержания фокуса из-за большой площади 32 мм обшивки. Но об этом я упоминаю только лишь в качестве ложечки дегтя. Ну а в качестве бочки меда тут выступает артиллерия. Первое, что сразу бросается в глаза, это наличие полубронебойных снарядов для артиллерии 457 мм. Они наносят внушительный урон и имеют пробитие 114 мм. В сравнении с веточными итальянскими линкорами это дает возможность цитаделить легкие крейсера, так как зачастую цитадель там скрыта только 102 мм броней. И при этом итальянец не будет страдать от сквозняков, нанося всегда приличный урон. А если еще больше покопаться в схемах бронирования, то можно найти даже тяжелые крейсера, которые после релиза этого линкора станут весьма и весьма уязвимы. Но если вам кажется, что в этом случае новинка будет просто копировать концепты Марка Пола, то нет. Во-первых, Лаурия будет менее склонна к рикошетам за счет роста калибра. Во-вторых, у Марка Пола заметно больше радиус разлета. 235 метров на дистанции 19 километров, а у Лаурии разлет всего 195 метров на той же дистанции. Причем по сигме разброса у нового линкора пока что 1,8, что выдает большую кучность, чем у Шлифена или Винсента. А ведь упомянутые линкоры и так считаются достаточно точными. В итоге, с такой точностью, можно будет и поохотиться и на полубронебойках, и на бронебойках за цитками, если будете знать куда стрелять. В итоге, как мне кажется, начальный концепт Марка Пола будет улучшен на максимум. Лаурия будет без труда шотать картон через цитадели, а бронированные цели будут реже рикошетить и бронебойные, и полубронебойные снаряды. А за счет подтянутой точности нам, как игроку, будет легче вести дистанционный бой и концентрироваться именно на фланговых обходах. Почему я делаю упор именно на дистанционном сражении, хотя раньше упоминал тут неплохую маскировку и даже бронирование? Да просто потому, что в такой тактике будет меньше шансов схлопотать пике от эсминца, перед которым мы, увы, уязвимы за счет отсутствия фугасов. А также в этой тактике будет меньше шанс получить фокус от авика, который в первую очередь будет уничтожать тех, до кого ему просто банально лететь ближе. Да и агрессивная игра сопряжена с большим риском получения фокуса, который мы можем из-за небольшого количества боеспособности не пережить достаточно долго, чтобы пропасть с радаров наших противников. Но повторюсь, все это только лишь предпросмотр с теста, ну а каким корабль окажется в релизе, я уже расскажу позже в подробном обзоре с демонстрацией корабля, как только Лаурия приблизится к релизу. А вам сейчас могу только лишь предложить подписаться на канал, чтобы не пропустить это видео. Ну а еще вы можете прожать лайк, если видео было вам интересно и полезно, а я же тем временем поблагодарю бустеров, которые помогли в выходу этого видео. В особенности Адмиралов, Константина Пучкова, Паранойко Алексея Емельянова, Дмитрия Виноградова, Чинчипоса, Костика Тушлыкова, Михаила Рубцова, Денчика Иванова, Тему Казаринова и Сэляви. Спасибо всем за поддержку, желаю вам приятного рандома и до связи в новых видео на ТВ Get Fun. Пока-пока!